Ну, дорогие друзья, я рад вас видеть на нашем новом формате. Наконец-то я тоже докатился до момента, когда беру интервью. И, Катя, большое спасибо, что ты согласилась, ты первый открываешь вот такой новый тип контента на моем канале. Я хочу вам представить этого прекрасного человека. Знаю Екатерину Котельникову уже много лет и видел ее путь, по которому она проходила здесь, в сетевом маркетинге. И много раз мы встречались с ней в Москве на конференциях по бизнесу. И я видел вот этот этап созревания и прохождения. И вот сегодня, может быть, мы затронем тему и личных отношений у Кати, потому что это определенная драма. И девушка сегодня воспитывает двух детей, какого возраста. А началось наше взаимоотношение, наше сотрудничество, мое наставничество. А я думаю, тоже Катя скажет точнее, на одном из тренингов, это, по-моему, было в Дубае, да, сколько-то лет назад, когда я спросил, дорогие друзья, кто-нибудь хочет зарабатывать нормальные деньги? Или, может быть, неприличные деньги? Для этого мы организуем фабрику по зарабатыванию этих денег. И вот Катя пошла в эту фабрику год, ну, даже чуть больше, вот мы были в таком формате. Ну, и после этого наши отношения как наставник и человек, который хочет зарабатывать, стали развиваться. Поэтому, Катя, я буду задавать тебе некоторые вопросы. Я думаю, что, ну, минут, может быть, 20-30 будет наше интервью там длиться. Ну, а ты вот с той глубины, которую я считаю нужным, пожалуйста, на эти вопросы отвечай. Давай расскажи до момента, пока ты еще не пришла в сетевой. Кто ты была, где ты была, с кем ты была, что у тебя за бэкграунд был? Можно немножко про это? Давай окунемся в историю. И когда это было вообще? Да, давай в историю. Я честно скажу, я благодарна тебе, что ты меня пригласил, потому что недавно со сцены буквально я тебя назвала моим бизнес-папой. И это реально правда, потому что ты тот человек, который меня ввел и вводит дальше в систему бизнеса. Как это было? Я по жизни активный человек. В школе еще я вела дискотеку, стаж диджея. Диджея у меня 11 лет, и меня отдал весь поселок, я пользовалась авторитетом. Я выступала на местном телевидении, в газете, то есть я везде на передовой. Вокал, оркестр, музыкальная школа, то есть я на сцене всегда и везде. Ко мне прислушивали, за мной шли. И вот следующий мой этап развития, это был иностранный язык. Там я тоже была звездочкой, звездочкой в колледже педагогическом, то есть у меня и педагог, и переводчик. И, говорится, тоже на передовой. Ездила за границу, мне это безумно понравилось. Я стала работать переводчиком в иностранной компании. И более 10 лет я была в этой компании на абсолютно разных должностях. От переводчика, помощника технического руководителя, причем работала в основном с немцами. И договоры, переговоры на иностранном языке, командировки. Мне безумно нравились вот эти путешествия, поездки, узнавать менталитет, ходить, шопиться в иностранных магазинах. То есть я как раз вот там впустила вот эту вот жизнь. Думаю, блин, как же круто живут другие люди. Мне это понравилось. И доросла до руководителя отдела закупок. И в тот момент мы познакомились вот с моим мужем и пробовали зачать ребенка. И у нас не получалось буквально где-то 6 лет. Вот длительно это все было. И параллельно я работала и была, как говорится, на передовой. То есть совмещала найм и совмещала вот нашу замужнюю жизнь. То есть мы реально вот бились 6 лет для того, чтобы получить первого ребенка. Это было вот прям такое вот. Но я всегда была в первых рядах. И меня внутри заедало, если я не первая. И если я что-то новенькое не создаю. И на предприятие, за что меня ценили, я сэкономила несколько миллионов рублей. Из-за того, что я создавала новые инструменты вместе с иностранцами. Причем крутилась в тех областях, которые девочкам вообще не подвластны. Например, технические или IT-вещи. То есть святки вот эти делала. Из таможни работала, чтобы сделать этот путь намного короче. И доносила это потом, обучала до других людей. То есть вот такой я была в той жизни. До сетевого маркетинга. Это потрясающе. Я на самом деле сейчас много нового узнал про тебя. Может быть, ты говорила. Я, может быть, это где-то пропустил. Но сейчас вот я посмотрю и так вот окунаюсь в то время. А когда это был? Какой это был год? Когда это пик на сегодняшний год? 2000-го до 2026-го где-то. 2016-го. 16-го. Слушай, ну вот смотри. В сетевом маркетинге, наверное, женщины больше, чем мужчины. Что скрывать? И в какой-то момент женщины по-разному принимают решение заниматься бизнесом. Кто-то сначала использует продукт, получает результат. Потом только у них происходит такое мнение. Он может сделать некий дополнительный доход. А потом уже, может быть, сделать там своим хобби или основной деятельностью. Вот ты как в сетевой попала? Ты пришла на продукт, пришла на бизнес, пришла на людей, пришла, потому что у тебя было все плохо, или наоборот, пришла реализоваться и стать здесь первым? Как это было? Слушай, ну у меня, наверное, было такое поэтапное влияние, я бы сказала, вливание именно в сетевой, именно в Велови. Потому что я сталкивалась с абсолютно разными сетевыми компаниями, но ту культуру, то общение и уровень знаний, передачи, наставничества меня просто цепанула. Вот эта культура людей. Я пришла на продукт, потому что в тот момент у меня была... Я пока сейчас, знаешь, вот сейчас тот момент, когда я уже рассказываю эту историю без дрожи в голосе, без слез, без таких вот эмоций, уже даже с улыбочкой. А тогда это была для меня конкретная трагедия, потому что у меня на тот момент двое детей. Я, как говорится, у мамы живу, и муж от меня далеко. И я понимала, что денег не хватает. И я в тот момент начала заниматься... Подожди, подожди, а как так муж далеко? Вы жили в разных городах, что ли, или что? Да, верно, мы жили в разных городах. Я ему дала возможность зарабатывать деньги и отстраивать нашу новую квартиру, делать там ремонт. А я занималась с детьми. И мы с ним вот виделись очень-очень редко. То есть я полностью казала, ну вот, занимайся квартирой, а я детьми. Я понимала, что средств не хватает. Дети растут, кружки на двоих детей стоят дорого, пошли болезни детей, на лекарства тоже денег уходило, и плюс я начинаю проваливаться в болезни. Параллельно с этим я веду совместные закупки и развиваю новый проект в городе, начинаю заниматься традиционным бизнесом. И тут понимаю, что нужны дополнительные вложения и вложения миллионного характера. Понимаю, что у меня этих денег нет. И я начинаю искать пути, чтобы, во-первых, здоровье восстановить свое и детей, а второе, чтобы это был мой основной доход. То есть найти какое-то дело, что-то такое интересное, чтобы сразу убивало два зайца. Ну, смотри, получается, что я так понял, что ты про сетевые компании знал, а тебе делали какие-то предложения в разные компании. И вот что было триггером, когда ты приняла решение именно в Вилави прийти? То есть я понял, продукт, что-то еще может быть? Продукт и наша поездка в Дубай. А, продукт и культура, ты сказала. И в Дубай, вот там, где мы договорились о вот этом проекте личного, ну, там было мини-группового наставничества. Верно, верно. Культура. Плюс, знаешь, что сыграло роль в Дубае? Я увидела всех лидеров и всех людей, кто в Вилави. То есть для меня изначально, да, казалось, что это какие-то нереальные люди, а там я поняла, что это все возможно. Казалось, небожители, а люди нормальные. Хорошо. Катя, ну и расскажи, как вот твоя карьера в сетевом развивалась? Вот ты такая вполне, ну, успешная девушка такая, знаешь, я бы назвал тебя такая белка в колесе. С парой бельчат. И есть еще там белк, который там норку, да, там облагораживает. Но при этом очевидно, да, что развитие не успевает, потребности не успевают. Что-то какой-то там потолок, что-то недохватает. Вот ты приняла решение, да, заняться еще одной деятельностью. Ты же то не бросила? Или там, ну, не знаю, не сразу, да, от этого отказалась? И вот как ты начинала в сетевом? Сложно было? Просто было? Получалось? Не получалось? Что говорило окружение? Что говорили там коллеги по твоей деятельности? Вот как? Расскажи этот путь. Да, я параллельно заниматься начала проектом Вилави. В первую очередь я восстановила свое здоровье. То есть я вышла реально из онкологии, диабета второй степени и облысения. Я стала выглядеть по-другому. Я начала пить продукт. Восстановила сына. Нам сняли диагноз бронхиальная астма. Мои дети сейчас не болеют уже 5 лет. Это дорогого стоит для мамочки. Потому что эти деньги я могу вложить в их развитие. Направь меня. Ну а было ли тебе легко продажи делать? Пошли ли за тобой сразу люди? Или это были люди не из твоего списка? Это был какой-то нетворкинг. Ты с ними знакомилась, находила новых. Это предприниматели, это мамочки. Вот как муж к этому отнесся? Первое, я могу сказать, что я слила первых своих событий. Своих людей, потому что я не умела рассказывать. Я не продажник вообще. Я не бизнес. Да и вообще я не понимала бизнес-модель сетевого маркетинга. Я бегала по городу, как говорится, триндела. Прости за выражение. Но так и было, что, блин, круто. Я восстановилась. Показывала вот так свои анализы. Мне крутили у виска. Они говорили, такого просто не может быть. Ну, нереально просто. Вот, я показывала свои фотографии. У меня крутые фотографии. И говорили, Катя, ты сделала пластику. Ты там сделала фотошоп, еще что-то. То есть меня все вокруг, вплоть до мужа, уверяли в том, что это нереально. Вот. Даже мои близкие подруги, которые видели меня в том состоянии, в том визуале, просто начинали уверять меня в том, что я не права. Я сама себя обманываю. Когда я говорила про деньги, прости, пожалуйста, я переехала в Новый Город. В Новый Город, где вступила в бизнес-клуб. Причем я не умела себя вести с бизнесменами, абсолютно. Я выглядела как мамочка в декрете с кутюлькой. Я так и приходила на эти бизнес-сообщества. Но потом, когда я познакомилась с Велови, меня научили, как вообще выглядеть, как общаться с предпринимателями. Я начала делать бизнес-предложения. Мне помог мой наставник, который был еще здесь рядышком. И мы вместе закрываем первую лидерскую квалификацию и как раз едем в Дубай. А там я уже вижу, что какие это красивые люди. И что там очень много бизнесовых знаний, маркетинговых знаний. Я хочу следовать за ними. Ну, слушай, блин, это же, мне кажется, многие женщины проходят подобный путь. Когда они реально увлекаются идеей, они реально видят, что эта вещь работает, но, возможно, не хватает объяснить. Знаешь, нет пророка в своем отечестве. Там подруги не понимают, коллеги не понимают. В семье, в конце концов, не понимают. Если можно, Кать, а можешь рассказать, как случилась эта драма? То есть вы же из-за сетевого бизнеса разошлись, не из-за сетевого. То есть как это же решение такое судьбоносное. Вот можешь там коснуться, что случилось? Да, я могу немного приоткрыть эту завесу уже сейчас, потому что в тот момент, когда я начала заниматься сетевым, я начала развиваться личностно. То есть сетевой мне дал огромный личностный рост. Я начала менять мышление. Я могу сказать больше, на данный момент я сменила четвертый раз свое окружение. И сейчас я создаю свое окружение уже, притягиваю тех людей, которые мне интересны. Сейчас я могу даже сказать нет человеку и отодвигать токсичных людей. Раньше этого не было. Говорить даже нет. Я стала развиваться. Я стала подтягивать своих детей к этому, потому что у меня дети даже начали продавать тайгу. Уже как предприниматели начали работать. Вот недавно летом мне сын принес первые свои заработанные деньги. Это было круто. И он со мной... Сколько детям лет? Сейчас. Детям сейчас 8 и 10 лет. Мальчик и девочка. Первый и третий класс. И то есть он продал баночку и принес тебе, мама, я заработал, на, да? Он порекомендовал. А, порекомендовал. А ты завершила сделку, да? А я завершила сделку, да. Ага. Хорошо, прости, я тебя перебил. Ну и что было дальше? То есть получается ты стала развиваться, а он не пошел в это поле или как? Или ему это не нравилось? Он со мной пошел в это поле, но он очень негативно относился к продукту. Он не верил в то, что он восстановил меня, восстановил ребенка, что я здесь начинаю зарабатывать. Вот. И знаешь, в последнее время я стала замечать, что он дает денег меньше, меньше и меньше, и мотивирует эту тему. Ну ты стала же зарабатывать в тайге, в Велови. Пожалуйста, это твои деньги и все. И тут я понимаю, мне нужно уже самой лично обеспечивать детей, покупать им одежду и так далее, и все остальное. То есть я остаюсь одна фактически замужем, но одна с двумя детьми. И еще позже я, ну, просто вот этим летом открываю еще два предательства, которые были совершены вот здесь. То есть мое изменение мышления, оно помогло мне лучше понять человека, окружение понимать. И я реально открыла глаза, кто мне говорит правду честно, да, и гордится моими заслугами. То есть вот это окружение, да. А кто токсично говорит, что у тебя ничего не получится и не получается, и вообще ты не тот человек, каким ты себя представляешь. То есть это четкий гаглайтинг шел. Вот. И поэтому мне интересно идти с теми, кто успешный, кто развивается, и сейчас как можно больше людей появляется в моем окружении именно вот таких, которым вот нужно развиваться и хотят. Слушай, а... Давай его включим. Сверлят у меня, поэтому я его выключаю. Слушай, а как ты себя при этом чувствовал, насколько сложно все было? И вообще интересно вот это чувство, как ты проходила. Вот того, как ты приняла решение заниматься бизнесом, наверное, какое-то предвкушение, интерес к моменту, когда ты стала менять окружение, да. То есть это какое-то, что там, была безысходность или она была злость такая, была спортивная. И вот сейчас, когда у тебя уже есть команда, когда ты видишь уже путь, вот можешь вот этот путь эмоциональный рассказать немножко? Ну, я честно скажу, я впадала в депрессию, в жуткейшую депрессию, и она могла длиться до двух месяцев. Я помню, тогда мы работали со Светланой Войновой, и она мне сказала такую фразу. А представь, если бы у тебя были деньги, вот, и ты бы могла нанять няню, и ты могла бы нанять уборщицу. Вместо того, то есть ты бы занималась любимым делом, вместо того, чтобы заниматься нелюбимым. И я такая, упс, а правда это возможно? И она мне рассказала свою историю. И вот эта близость к наставникам, близость к вам, как к успешным людям, мне реально помогла переформатировать мышление и понять, что это может быть. Но вот эти вот чувства, что я не такая, то, что мне внушали, что я не такая, что не надо зарабатывать больших денег, это зло, это ты будешь черствой, это тебе нужно поплатиться семьей, детьми, то, что ты будешь всегда одна. Вот эти вот чувства во мне боролись. И в конечном итоге, когда я начала находить своих людей, и вот у меня появляется команда, я честно могу сказать, у меня очень крутая команда, потому что эти люди на протяжении всего времени всегда мне помогали. Вот и словом, и делом, и даже материально помогали в трудные моменты жизни. И я понимаю, что через бизнес, через крутой сетевой бизнес приходят настоящие искренние друзья. Вот тут дорогого стоит. Когда я начала зарабатывать первые деньги, там закрыла первую квалификацию, я почувствовала такой, знаешь, вкус денег, это же моё. Я сама это заработала, причём не в найме, не на дядю, а на себя. Я начала тоже откладывать потихонечку эти деньги. И у меня, я помню, чувство гордости, когда я шла с этими деньгами, покупала себе одежду, косметику, за парикмахера могла заплатить. И когда мне становилось опять грустно, вот, когда я пыталась впадать в эту депрессию, я вспоминала вот эти моменты, я заякорила вот это чувство. И я всегда сейчас вспоминаю, как это круто идти тратить деньги или идти вкладывать их в своё развитие или в развитие своих детей. Что самое интересное, вот та депрессия, которая длилась раньше два месяца, вот сейчас я убиваю её на корню, и она у меня переросла, знаешь, такое чувство вдохновения, жажды, мечты, а что я могу сделать ещё лучше для себя, для детей? А что я могу сделать ещё лучше для команды? А что я могу сделать ещё лучше для твоего окружения? А как мне сделать этих людей ещё лучше? И вот это дровит очень сильно. Слушай, ну, у меня прям пронеслась перед глазами, на самом деле, вот эта вся история, потому что я подобную вещь проходил только много лет назад, когда нет людей, кто вокруг тебя верит, а тебе это так сильно нужно, и ты единственный, кто в тебя верит. И потом ты вдруг видишь, что есть какой-то человек, который тебе не знаком, и вдруг он в тебя верит. Ты такой, а что так бывает? И ты, конечно, хочешь находиться в этом поле. Слушай, давай тогда напоследок, наверное, ещё один вопрос я тебе задам, но перед этим я хотел бы спросить, я видел твою фотографию до и после? И это, конечно, с одной стороны касается продукта, если ты разрешишь мне, я её размещу, может быть, в качестве обложки или вот к этому видео, чтобы было видно, но там даже вопрос, я бы предложил зрителям посмотреть не только на внешний вид, а посмотреть на энергию, на атмосферу, на глаза. Вот обратите внимание, как сегодня Катя светится, то есть что у неё есть определённое предвкушение, я бы назвал это так, есть будущее, которое она видит для себя, для своих детей, для людей, которым она помогает, для команды, для своей. И фактически она сейчас не просто сама пытается выбраться откуда-то и пойти в это будущее, как, знаете, волчица, которая своих детей охраняет, кормит, как-то оберегает, делает им тепло, а она уже как предводительница стаи, как вожак, который ведёт за собой уже других людей. Вот что дальше, Кать? Какая перспектива ты видишь, может быть, у тебя, у твоих людей, у тех, кто у тебя сегодня есть или у тех, кто у тебя будет? Может, кто-то посмотрит это видео и захочет стать твоим партнёром. Какая перспектива? Ты знаешь, во-первых, я хочу, есть такая одна из мечт, я знаю, что она у тебя тоже есть, собрать вокруг себя 100 человек и такие же, как я, в разных странах, из любой точки планеты и развивать их, чтобы было сообщество, огромное сообщество здоровых, красивых, молодых, осознанных, амбициозных и богатых людей, и это может быть абсолютно любой человек и даже на любой стадии развития. И меня цепляет то, что благодаря моему общению, благодаря общению с лидерами Вилави, люди, все, кто к нам приходят, у них меняется мышление. Оно становится более гибким, и они эту философию, эту миссию передают другим людям. Очень многие говорят, вы не такие. И в моей команде все тоже говорят, вы не такие, вы другие, вы яркие, энергичные. И вот искренне хочу, чтобы таких людей стало как можно больше. От личностного роста, я точно вижу, я точно знаю, что мы можем дать всей командой, и я лично, до отличного финансового благополучия. Ну, круто, Катя. Когда будем завершать, ты знаешь, я хочу тебе пожелать, чтобы в твоей команде было много красивых, интеллигентных, умных, обеспеченных, таких, знаешь, мудрых людей, которые так же, как мы с тобой, проходили этот путь, становясь лучшей. И миссия была, они бы это разделяли миссию, делать этот мир лучше, делать его лучше через продукт, делать его лучше через Mindflex, делать его лучше на многих уровнях. В чем вот суть нашего бизнеса. Я тебе обязательно этого желаю, и спасибо, что согласилась, и была первым у меня интервьюера. Вот так сердечко делается. Екатерина Котельникова. Все, пока-пока. Спасибо большое, пока.